Школа номер 53 в зеленой зоне. Больных коронавирусом здесь нет, но меры безопасности, вплоть до масок на уроках, обязательны. Собеседование проходило в таком же режиме. Для Алины Колесникова это первое серьезное экзаменационное испытание. Готовилась, была уверена, что собеседование в любом случае не отменят. Честно, надежды такой не было, потому что все-таки обстановка уже, слава богу, стала более-менее стабильная и нормальная. Так что мы были решительно настроены сдавать все экзамены. К слову, требовалось прочитать текст об одном из великих деятелей российской истории, пересказать, произнести монолог по теме. В 24 регионах России, включая Московскую область, Камчатку и других, работали в совмещенном режиме. Часть ребят проходила собеседование дистанционно. У нас решились проводить очно. Приходили не все, не все три класса сразу, а приходили по определенному графику. Затем кабинет обрабатывался циркулярами. Циркуляр у нас стоял в кабинете, и там, где проходили собеседования, и там, где они ожидали своего времени. Сидели они на расстоянии полтора метра, то есть вместе они не сидели, ребятишки рядом. У них были у всех маски, санитайзеры стояли. Зачет по собеседованию – допуск к основному ОГЭ. Если в прошлом году это испытание отменили, то в этом снова ввели. 11-классники итоговое сочинение «Допуск ЕГЭ» напишут в апреле. К слову, в этом году основную волну экзаменов планируют, как и в допандемийное время, с мая по июль. Обязательным экзаменом будет являться русский язык. Все остальные экзамены будут по выбору. То есть выбрать можно те экзамены, которые они считают для себя, выпускники наши дорогие, для поступления в высшие учебные заведения. Новинка 2021 года. Те, кто после школы не собираются поступать в ВУЗ, смогут ограничиться облегченной версией – государственным выпускным экзаменом по двум предметам, каким именно в министерстве обещали озвучить позже. Раньше на такой экзамен могли претендовать лишь ребята с ограниченными возможностями, теперь все желающие. Правда, если потом выпускник все-таки решит поступать в ВУЗ, ЕГЭ ему придется сдавать отдельно. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.